Второго Лобановского не будет. Может быть, будет новый какой-то тренер, который достигнет того, чего достиг Валерий Васильевич. Я не знаю, но второго Лобановского не будет. Это был человек уникальный. 17 лет прошло, как его не стало. Я помню каждую минуту. Почему? Потому что на этом матче я был с ним. И помню, как ему стало плохо. И надо было только его разрешение отвезти его в больницу. Он его не давал. Может быть, если бы он его дал, все бы сложилось по-другому в тот день. Но, к сожалению, он был таким человеком. Он всегда принимал решения. И он считал, что это решение, которое он принял, самое верное, самое правильное. И, наверное, он был прав, потому что те успехи, которые он достиг, уже в украинском футболе, вернувшись, пробившись в полуфинал Лиги Чемпионов, это говорит о том, что он действительно был великим. И мы его помним и будем помнить. И спасибо тем людям, которые приходят и вам, что вы не забываете и помните, и задаете вопрос, возможно ли второй Лобановский. Почему? Потому что все соскучились за большими победами киевского «Динамо». Главное качество – это той игры и тех побед, которые были у Валерия Васильевича. Футбол оценивается по результату. И все хотят наивысшего результата. И даже несмотря на то, что чемпионат слабый или все, все хотят добиваться, завоевывать губки. Ему это удавалось. Удавалось в бывшем Советском Союзе. Потом в независимой Украине он добрался до вершины, я считаю. Или мы можем только мечтать сегодня о полуфинале Лиги Чемпионов. Поэтому я считаю, что Валерий Васильевич был уникум тем, чем он занимался. И вообще он был человеком многосторонним. С ним можно было говорить на любую тему. То ли политика, то ли культура. Говорили, что он был жесткий. Он был не жесткий. Он был принципиальный. И заставлял своих подопечных делать то, как он представлял современный футбол. Какой бы он представлял сегодня футбол, мы можем только догадываться. Мы не знаем. Но многие говорят, что сегодня команда играет тот футбол, который он предлагал. А исполнители того времени, они были, естественно, слабее. Исполнители сегодняшнего времени. Поэтому Валерия Васильевича мы помним. Будем помнить. Пока живы. И это, наверное, сегодня самое главное. Продолжение следует...